В очередной раз Брестский государственный университет имени Пушкина стал импровизированным центром постижения языковой культуры и риторики. Здесь прошел традиционный конкурс молодых ораторов «Мастер слова-2016». В этом году свое желание продемонстрировать навыки общения с публикой изъявили практически три десятка участников, в их числе и студенты, и школьники. Конкурс проводится уже в 13-й раз. Это открытый университетский конкурс ораторского мастерства. Конкурс ставит перед собой цель привлечь студенческую аудиторию, не только, поскольку у нас будут участвовать школьники, привлечь к искусству слова. Волнительно и немного тревожно. Таковы ощущения не только непосредственных участников, но и членов жюри, в числе которых победители испытания прошлого года. Именно они, как никто другой, знают, каково это – стоять на сцене перед большой аудиторией и сколько сил вложено в подготовку к выступлению. Конечно же, находясь в составе жюри, хочется все-таки выйти на сцену, еще раз поучаствовать, испытать еще раз те прекрасные чувства, испытать то приятное волнение, чувствовать соответственность. И, конечно же, хочется все сделать объективно, чтобы действительно победил сегодня сильнейший, все сделать максимум так, чтобы были довольны все. Соответствие содержания публичного выступления теме и степень ее раскрытия. Логика и культура речи, грамотность невербального поведения, оригинальность подачи высказывания, умение работать с аудиторией. Все эти критерии помогали компетентному жюри выбирать лучших молодых ораторов региона. Три этапа конкурса были продуманы таким образом, чтобы каждый участник смог проявить себя и свои способности. Моя тема – шахматы. Получается, тема вообще всего выступления нашего «Сделаем мир лучше». Я же представляю наш мир как своеобразную модель мира шахматы. То есть через шахматы я выражаю все, что нужно нам сделать и как улучшить наш мир. Участие в подобных состязаниях помогает привлечь внимание молодых людей, получающих высшее образование, к проблеме овладения свободным подлинно культурным словом. К проблеме, которая сегодня, к сожалению, особенно актуальна. А опыт, полученный во время выступлений, обязательно пригодится будущим специалистам в их профессиональной жизни.